Здравствуйте! Состоялись переговоры в режиме видеоконференции руководителей Франции, Германии и России, то есть Макрона, Ангела Меркель и Владимира Путина, на которых эти товарищи обсудили достаточно широкий круг вопросов. Среди них был вопрос и Беларуси, и Украины, был вопрос вакцин и большой вопрос по странам арабского мира. Средства массовой информации России, Беларуси, Украины, естественно, дали сообщения, при этом версии, например, белорусско-украинско-украинско-российско-тем более о расставленных акцентах, о том, что говорилось, о чем договорились, они существенно различаются. Ну что ж, есть смысл разобраться. Для того, чтобы разобраться, я советую взять пресс-релизы, соответственно, каждой из сторон, потому что в них есть, с одной стороны, то, что есть ключевое для лидера государства, то есть то, на чем он делал акценты, на чем делала акценты его команда, и дальше, соответственно, смотреть, где эти акценты совпадают, то есть в таком случае можно говорить о продвижении, о какой-то общей позиции, где эти акценты отличаются, либо в корне противоречат друг другу. И исходя из этого, можно делать выводы, о чем реально договорились лидеры государства. Кстати, данный механизм, он применим практически к любым встречам на высшем уровне, потому что если просто верить тому, что вытянули журналисты, у каждого из журналистов есть своя, скажем, свои убеждения, у пресс-службы каждого из лидеров есть свои темники, свои акценты, которые надо расставить, ну и, соответственно, просто когда смотришь по газетам, то иногда одно и то же событие, оно имеет абсолютно разную, вот скажешь, по-белорусскому расформулку, зависимо от того, кто пишет и что хотят сказать, причем зачастую противоположно. Итак, давайте разбираться. Для того, чтобы разобраться, я вывожу на экран табличку. Табличку того, о чем говорили и к чему пришли. То есть вот она, сравнимая табличка. То есть там, где с зеленым, по большому счету, пришли к общему знаменателю, там, где с желтым либо красным, там согласия пока что нет. Как видите, по половине пунктов есть позиции весьма близко, по половине нет. Ну и заодно сразу, скажем так, благодарность очередная тем, кто поддерживает меня на Патреоне, потому что это стимулирует меня, в том числе, таким образом копаться, делать подобные инфографики, ну и, соответственно, выдавать видео потом свои умозаключения. Ну, кстати, текстовый вариант тоже будет скоро. Итак, давайте начнем. Группа вопросов. Начну с того, где страны сошлись. И идем по таблице снизу, то есть Иран. По Ирану договорились координации действий для возврата Ирана к диалогу по ядерной программе. Это Венское ядерное соглашение с Ираном. Причем тут тезисы всех трех пресс-служб, они как будто бы списаны под копирку. То есть одно к одному. Это говорит о том, что позиции стран практически идентичны. Это значит, что Германия, Франция, Россия, они намерены вести переговоры с Ираном, не дать Ирану замкнуться в себе, не закрывать эту страну путем санкционного давления. С одной стороны. И с другой стороны, это во многом противоречит позиции Соединенных Штатов Америки, которые пытаются давить на Иран, требуя дополнительной уступки. И консолидированная позиция трех государств, она может быть обусловлена еще недавней информацией, а именно большой сделкой с Китайской Народной Республикой по привлечению инвестиций. Там что-то около 400 миллиардов долларов на протяжении 20 лет. Потому что если Иран уходит в сферу интересов Китая, то, соответственно, это в будущем определенные проблемы геополитического характера как для европейских стран, то есть Германии и Франции в первую очередь, так и для России. Ну и плюс, не стоит забывать, что растущая экономика, та же сама Индия и потенциально обсуждаемые сегодня проекты типа Персидского пути, то есть именно логистического коридора из Индии до Средней Азии и в Европу, как бы там ни было, это проходит через Иран. Поэтому страна весьма важная для Европы и для Российской Федерации. Тут есть полное взаимопонимание. Интересная ситуация по Сирии, потому что Германия и Франция на первое место ставят вопрос о беспокойности гуманитарной ситуации, необходимости помощи населению, ну и делают акцент на активизацию работы Конституционного комитета. Я напомню, что по Сирии это структура, которая состоит из представителей так называемого гражданского общества, то есть людей, которые отобрала организация объединенных наций, это представители в том числе вооруженной оппозиции разного толка и это представители официальных властей Сирии. Все три государства, они признают определенную стабилизацию ситуации в Сирии, но Россия выводит это на первый план, что неудивительно, потому что она там воюет. И все три государства, они согласны с тем, что необходимо предоставлять гуманитарную помощь. Вот тут вот есть определенное схождение тактических интересов, но тут скорее игра Российской Федерации. Почему так? Во-первых, если брать с точки зрения гуманитарного, военного и политического, в Сирии присутствует Россия. В Сирии нету сильного присутствия Германии и Франции. Раз. Но Германия и Франция, они весьма не хотят повторения кризиса с беженцами, который не так давно с сирийскими беженцами был в Европе. И соответственно на фоне определенной стабилизации ситуации, вопросы гуманитарной помощи, вопросы гуманитарной поездки, они выходят на первый план. Но вопрос какого-то там политического урегулирования. При этом для России гуманитарная помощь весьма выгодна, потому что ее доставка, ее распределение, эти программы, они возможны при российском силовом и политическом прикрытии. То есть вот функционал Москвы в политике Европы. А с другой стороны, такие вопросы, они несколько отсекают Турцию, с которой у России на сирийском поле, ну не совсем, назовем так, сходные позиции. И напомню, что в том же самом Конституционном комитете, который создан, вопрос участия прутурецких сил, он до сих пор стоит достаточно остро. То есть будут они участвовать или нет. Ну и второй вопрос, это еще курды, это отдельная, как говорится, тема. Но по Сирии, по крайней мере, частично, с точки зрения общего направления движения, согласие есть. Интересная ситуация по Ливии. Это еще одна зона, где сейчас идут консультации по созданию переходного правительства. То есть я напомню, там достаточно долго шла война между легитимным, кстати, и легально избранным парламентом, вооруженной силой которого, ну точнее вооруженной силой выступившей на стороне которого, это Ливийская национальная армия генерала Хафтара. Они пытались штурмовать правительство Фаиза Сараджа в Триполе, правительство народного согласия. Это правительство, оно было создано, ну путем, назовем так, политических консультаций, но никак не выборов и так далее. Но тем не менее правительство в Триполе признается как легитимное большинством государств мира. Но при этом в условиях гражданской войны даже у Франции и Германии, ну и тем более России, были свои интересы. Потому что формально правительство народного согласия признавали все. В реальности Россия поддерживала Хафтара, Германия и Франция, ну тоже их сложно было, не то что заподозрить, а сложно было сказать, что их поддержка Триполи однозначно. Потому что и в одном и в другом случае определенной симпатии к Хафтару, особенно у немцев, они были. Вот поэтому по состоянию на сегодня все три государства, поскольку мирные договоренности по Ливии, они во многом были при последничестве России и с участием Германии и Франции, то есть все три государства, они заявляют об успешности этого формата, но само собой, потому что сами его начали. Причем если говорить по Германии, то политический процесс, который начался в Германии, назвали достижением. То есть хотя там еще до создания полноценных органов власти еще говорится очень и очень далеко. Но в Германии есть своя история, то есть в том числе это вопрос о скором уходе Ангелы Меркель, то есть необходим какой-то, если проще выразиться, запас не то что прочность, а запас успехов, с которыми новая немецкая внешняя политика, внешняя политика обновленная начнет действовать и по крайней мере сохранять свои позиции и балансы в той же самой Европе. В то же самое время, как например Франция была бы не против выйти на первое место на фоне снова-таки ухода Меркель. Ну и тут очень интересно, то есть Германия и Франция, они заявляют о прогрессе, они заявляют, что необходимо совместное усилие для переходного процесса. Что делает Россия? Российская Федерация, она констатирует выполнение режима прекращения боевых действий, неполного прекращения огня боевых действий и всего лишь выражает надежду на формирование переходных органов власти. То есть таким образом мы видим клубок по арабским странам от полного согласия по Ирану до определенных разногласий по Ливии, но примерно близкие позиции. И учитывая, что позиции в этом направлении наиболее близки, можно предположить, что Россия как раз-таки сконцентрируется с точки зрения взаимодействия с Германией и Францией, именно на этом направлении. Теперь берем еще одну историю успеха, то есть там, где позиции всех стран близки к согласию или же можно сказать, что уже находятся в формате просто согласования деталей. Это использование российской вакцины от коронавируса «Спутник В». То есть и Германия, и Франция, они тоже как под копирку в пресс-релизах заявили о возможности, что обсуждена возможность использования российской вакцины после одобрения европейским агентством по лекарственным средствам. Я напомню, что сейчас эта проверка идет. Италия уже обсуждает с Российской Федерацией вопрос производства вакцины и так далее. Россия, российская версия, что возможность использования вакцины и очень важна возможность производства в Европейском Союзе. Тут вспоминаем про Италию и так далее. В случае, если решение Европейского агентства по лекарственным средствам будет положительным, а вероятность такого достаточно велика, то Российская Федерация может в полной мере раскрутить тему, так называемой, как сейчас модно говорить, вакцинной дипломатии. То есть, на самом деле, регулируя, либо стимулируя поставки, закупки именно своей вакцины в отдельные страны и привязывая это к определенным политическим сигналам. То есть, по Италии уже понятно. И вот тут выплывает еще одна достаточно интересная тема, тема Беларуси. Потому что я напомню, что в Беларуси начали промышленное производство российской вакцины и заявлено количество 500 тысяч доз в месяц. На минуточку для страны с населением 9,5 миллиона, включая младенцев, это несколько избыточное количество. То есть, это достаточно быстро вакцинировать, а что дальше? Тем более, что весьма велика вероятность, что система здравоохранения не будет успевать переварить такое количество вакцин. Поэтому тоже весьма забавная вещь. И как раз-таки белорусский фактор, он может вылезти на следующем этапе, когда возникнет возможность теоретической покупки вакцины из Республики Беларусь. Это уже совсем иная ситуация, весьма интересная. Учитывая политическое противостояние Минска, Брюсселя, там отдельно Парижа и Берлина, ну уж тем более соседних столиц. И по Беларуси, если мы рассматриваем тезисы, тоже весьма интересно, потому что позиция даже Франции и Германии, она отличается в деталях. То есть, оба государства, они подчеркнули, точнее, оба лидера, и Меркель, и Макрон, подчеркнули необходимость инклюзивного диалога внутри Беларуси. Все, точка. Но у Германии в качестве дополнительного основного условия есть необходимость свободных выборов. И вот тут очень резко, отдельно стоит позиция России, недопустимость внешнего вмешательства в дела суверенного государства. Это цитата из пресс-релиза. То есть, на данном этапе договорничка пока что нет. И, скорее всего, не будет, но об этом чуть позже. И, наконец-таки, вопрос по Украине, по Донбассу. Тем более, что мы имеем сливы и планов, так называемых кластерных планов, которые обсуждали раньше. Мы имеем подвешенный статус в встрече в нормандском формате на высшем уровне и так далее и тому подобное. Тут тоже весьма отличаются тезисы трех сторон. То есть, для Франции ключевое Россия должна взять обязательство по стабилизации режима прекращения огня, вот на данном этапе, чтобы на фронте было тихо. Для Германии ключевое проведение переговоров в нормандском формате по реализации минских договоренностей, кроме прекращения огня, то есть, сохранения нормандского формата. Для России интересно. То есть, ключевым является необходимость выполнения Украины. То есть, Россия пытается на Украину перевести ответственность, скажем так, и необходимое действие политических шагов по Минску. То есть, это изменение Конституции, законы и так далее. И параллельно с этим целесообразно продолжение переговоров в нормандском формате, но в формате советников по внешней политике. То есть, не на высшем уровне. Это вот такая базовая матрица интересов и базовая матрица, ну если можно так сказать, того, что говорили лидеры. Теперь о выводах. То есть, к чему это все приведет. Давайте рассуждаем. То есть, мы имеем блок, ну практически полного согласия, где страны уже начинают, либо будут начинать действовать совместно. Это страны арабского мира, Иран, Сирия, Ливия. Мы имеем вопрос по спутник. То есть, по этим направлениям Россия, она как раз таки поставит в качестве приоритетов и будет действовать. Причем спутник, он стоит несколько отдельно, то есть вопрос коронавируса. А вот вопрос арабского мира Российская Федерация будет предлагать и продвигать свой вариант участия как посредник, как необходимого звена для решения вопроса. По сути, для улучшения ситуации. Причем иногда выставляя свои условия, свои требования. То есть, если по Ирану просто идет, назовем так, согласование позиций, по Сирии уже необходимо российское присутствие, по Ливии российские акценты того, как это будет делаться. Но, в случае определенного продвижения, так называемого прогресса, как любят в Европе, по всем трем направлениям, Россия демонстрирует, что она адекватный, скажем так, союзник, не то что союзник, а участник переговоров, участник процессов и ее участие может привести к улучшению ситуации на кризисной площадке. Сюда же добавится кейс по Молдове, сюда же добавится кейс по Нагорному Карабаху, но таким образом вырисовывается полная картинка. По Украине, по Беларуси. Решение, по сути, в ближайшее время со стороны России маловероятно, то есть России это не надо. Для России необходимо, по большому счету, обменять, и вот тут вот очень важно, сколько вопросов обсуждали, это ответ маленький белорусским и украинским политикам, которые считают, что или белорусский, или украинский вопрос, это тема номер один. Нет, как видите, это одна из тем. Ну еще, кстати, в перечне я не упоминал кейс Навального, но это уже отдельно. Однако, суть в том, что Россия попытается обменять, либо продемонстрировать через свое участие в тех кризисных площадках, по которым договорились, на усиление своего участия, либо своего влияния в кризисных площадках, по которым договоренностей нет. То есть Беларусь и Украина. По Украине Российская Федерация не будет спешить. То есть на данном этапе идет, с одной стороны, угроза эскалации со стороны боевиков, с другой стороны, Россия постоянно, регулярно пытается вывести Украину на прямые переговоры, либо прямые форматы договоренности работы с представителями ОРДЛО, то и привозят, как товарищи с российскими паспортами, то говорят, если хотите, чтобы не стреляли на фронте, договаривайтесь напрямую и так далее. Причем это все на уровне трехсторонней контактной группы. То есть для России важно появление хотя бы нескольких форматов, где Украина и ОРДЛО работают просто, как говорится, напрямую, без посредников. После этого Россия умывает руки и говорит, ребята, а мы тут ни при чем. И поэтому для России весьма важно, с одной стороны, давить с точки зрения трехсторонней контактной группы, держа процесс в подвешенном состоянии в ближайшее время. Второй этап – это использовать, так сказать, дипломатические гении Ермака, напомню, представители Владимира Зеленского на таких переговорах политических советников, для того, чтобы продвигать, либо продавливать свою повестку, свои интересы, в том числе зашивая в контуры будущих договоренностей, в документы, которые готовятся к встрече на высшем уровне, и определенное политическое обязательство Украины. И, соответственно, изменение формата, либо нормандского формата, либо что-то еще, оно возможно, и Россия будет на нем настаивать, но после ухода Ангела Меркель, когда начнется снова-таки определенное перетягивание канатов между Францией и Германией, и если до этого времени будет хотя бы парочку форматов прямого диалога Киева и Донецка с Луганском, именно без участия посредников. Но в таком случае Россия умоет руки и скажет, ребята, давайте новый формат, давайте как-нибудь по-новому будем действовать в решении украинского кризиса, как Россия называет войну на Донбассе. И при этом общий обмен, то есть это участие России в важных для Европы площадках, либо важных для Европы вопросах, и далее переформатирование контуров диалога с условием, что Россия сохраняет свое влияние на постсоветские страны, либо же усиливает, я имею в виду политическое. Поэтому это по Украине. По Беларуси то же самое. То есть Россия использует на данном этапе политическое противостояние, которое только углубляется Беларусь и странами ЕС и США, то что скорее всего начнется в полной мере, для того, чтобы восстановить и усилить свои позиции по сравнению, например, с 2014-2015 годом. То есть вернуться где-то к состоянию 2010-2011 год. То есть закручивая гайки, принуждая Беларусь и в экономике, и в политике ориентироваться в первую очередь на Москву. Но тут у России, правда, есть еще одна трудность, это фактор Китая, но о нем потом поговорим, то есть будет очередной обзор по китайским, присутствию китайским интересам. Но пока что, то есть на данном этапе, чем хуже отношение Беларуси с условно большим западом, тем для России лучше. Дальше выход на договоренности, согласие, да, давайте про инклюзивный диалог поговорим, для России возможен. И даже желаем, но не сразу. То есть, во-первых, это где-то уже ближе к осени, когда, первое, Россия успеет, ну, по крайней мере, заложить фундамент, если не создать полностью пророссийский политический проект. Это не обязательно те, кто будет бегать с триколорами, это те, кто будет действовать в рамках российской повестки. Ну, причем, значительная часть из них будет, ну, назовем так, оппозиционная. А вот второе, это снова-таки политическая, экономическая зависимость. Ну и третье, когда в Беларуси будет окружением Лукашенко уже более-менее выработаны контуры вот этой новой конституции, что они пишут. И тогда, ради бога, инклюзивный диалог, который будет состоять, и вот тут вспоминаем ситуацию с Сирией. Из трех сторон. Только если в Сирии там общественники, которые от ООН, различные оппозиционные группы и правительство Асада, то тут, условно говоря, представители белорусских властей. Вторая, вторая группа большая. Это представители, назовем так, оппозиции внутри Беларуси. Якобы те, кто не согласен, где де-факто ключевую скрипку будут играть, назовем так, силы, которые контролируются Россией, либо на которые Россия имеет влияние. Но и третья, естественно, та же самая Германия и Франция скажут, ну, Тихановская там и все остальные, давайте, может быть, и их. И это весьма удачная ситуация для Российской Федерации, потому что в таком случае, когда есть три стороны, любая из сторон, что, условно говоря, группа Тихановская, там, либо еще кто-то, либо же белорусские власти, для получения даже численного, на самом деле, преимущества в переговорах на каком-то тезисе, они вынуждены будут искать поддержки у тех, кто завязан на Российскую Федерацию. То есть Россия при любом, в таком случае, раскладе, она сохраняет и усиливает свою влияние. То есть вот кратко контуры, скажем так, того, о чем говорили Путин, Макрон и Меркель, и краткие выводы для Белоруссии и Украины. Являются ли эти выводы, как говорится, уже истинной последней инстанцией и неизбежным ходом процессов отнюдь? Потому что тут очень многое зависит от активности и от смысловой нагрузки, которую генерируют, ну, в том числе, участники политического процесса, как в одной, так и в другой стороне. То есть когда есть собственные литинь, когда есть собственные планы, которые продвигаются и которые прорабатываются, то внешним игрокам полностью реализовать свою повестку становится сложнее. В Украине, если мы говорим по Донбассу, то это домашнее задание украинской власти, то есть снова-таки собственные планы, думать, каким образом выходить из ловушки Минска, потому что по состоянию на сегодня она уже не работает. В пользу Украины. Для Беларуси, ну, для властей это готовить свою повестку, но, соответственно, для оппонентов власти это нормально готовить свою повестку и снова-таки выходить не с точки зрения мы не хотим Лукашенко, он нам не нравится, дайте нам нового Лукашенко, а с точки зрения, что делать государство. Потому что в таком случае третьей силе будет намного сложнее привнести свою повестку. Ну, и как бы там ни было, что делать с государством, это актуальный вопрос. Как для белорусских политических сил с любой стороны, так и для украинских. И над этим вопросом всегда стоит думать. На этом у меня все. Надеюсь, что видео понравилось. Подписывайтесь на канал, спорьте в комментариях, высказывайте свою точку зрения. Не верьте. Еще раз повторяю одному моему, только моему мнению, потому что любое мнение, любой тезис надо проверять, что я сейчас продемонстрировал на примере пресс-релизов Макрона, Меркель и Путина. Формируйте свою точку зрения. Если видео совсем понравилось, то распространяйте, расшаривайте, буду благодарен. Еще раз подписывайтесь на канал, поддерживайте меня подпиской на Патреоне, потому что подписка на Патреоне, как, например, делают вот эти вот товарищи, она стимулирует меня записывать все новые и новые ролики. Всего вам наилучшего и исполнения собственных планов и собственных целей. Удачи!